По многим параметрам город Ордос можно считать примером успешного развития. Рядом расположены крупные месторождения угля и газа. Экономика быстро развивается, цены на недвижимость растут как на дрожжах. В этом современном городе не хватает лишь одного – людей. Повсюду работают светофоры, но нет пешеходов. И редкий автомобиль доезжает до центра Ордоса. По плану здесь должны обитать 500 тысяч китайцев. На деле новенькие кварталы пустуют. Не потому, что их покинули люди. Они никогда и не были заселены. Зато напротив мэрии установлен монумент. Предмет особой гордости немногочисленных горожан. Эти прекрасные скакуны – символ нашего могучего развития. Теперь никому не угнаться за Ордосом. По словам сотрудника мэрии Масина, элитное жилье тут продается оптом. Поэтому все квадратные метры разошлись еще до начала строительства. Покупали жители других провинций. Кто вторую, а кто и третью квартиру под щадящий ипотечный кредит. 4% годовых. Понаехали, купили и не живут. А у нас проблемы с коммунальщиками. Они экономят воду, дают ее по вечерам. И с газом перебои. Счетчик не включается. У господина Ма незваному гостю рады. Когда не работает отопление, коренные Ордосцы, а их тут не больше тысячи, ищут дом, где оно пока есть. А там застолье и традиционный вопрос. Либо это планы великого переселения из наших мегаполисов, экология которых вот-вот рухнет, либо гигантское воровство бюджетных денег. Тот же Ордос появился всего за 6 лет, и работы ведутся до сих пор. Эта политика существует уже многие годы, но лишь сейчас мы заговорили об угрозе ипотечного пузыря. А его раздувают огромные ярмарки недвижимости. В стране с миллиардным населением, где до сих пор острый дефицит жилья, они проводятся специально для состоятельных китайцев. Покупка в Ордосе – выгодное вложение капитала. Мы ждем, когда средняя стоимость нашей жилплощади поднимется до уровня США. По данным официальной статистики, в КНР уже более десятка таких безлюдных городов, а спрос на вторую или третью квартиру растет. Так же, как и цены, они доступны только избранным. Если бы я был миллионером, я служил бы всем примером. Я бы купил квадратный метр обычного жилья. Эту песню власти считают крамольной, и в интернете ее не найти. Популярный шлягер исполняется в подворотнях. Мы поем о том, что молодежь обречена на скитание. Шутка ли? Чтобы скопить на квартиру, нам надо работать в сто лет. Как долго будет пустовать Ордос, не берутся предсказать даже местные власти. Зато эксперты подсчитали, если за 10 лет города-призраки не решат проблему непосильных цен и избыточной недвижимости, ипотечное кредитование Китая будет ждать крах. А от него, как показывает мировой опыт, до сильнейшего экономического кризиса всего шаг. Павел Спирин, Владимир Ржевский, Первый канал Ордос Китай.